Я покажу тебе все рисовые террасы здесь Ну я, наверное, уже слишком старый для тебя Зато ты такой высокий Хорошенький Вот это ты везучий, это вы Серджи Да, Серджи Для нас это такая честь, для нас это... Ой, блять, что-то я так волнуюсь перед этим иностранцем Что ж, соски набухли, ха-ха Все мы идем в это туристическое место по вот этому каналу Смотрите, как я иду А что делать? Где бы я ни находилась, я всегда продвигаю туризм на Бахоле Через шахоладные холмы А ты был на реке Лобок Тогда я тоже могу быть твоим бейфрендом? Ты такой быстрый Ну я вообще, в смысле, в перспективе же Ну, может быть Ну а как ты насчет того, чтобы начать встречаться с иностранцем типа меня? На самом деле, почему бы и нет? Я очень заинтересован в иностранце Ваша белая кожа, она очень привлекательна для нас, филиппины Если кто-то из подписчиков захочет твой контакт или фейсбук Хотел бы, чтобы я оставил в описании под видео Да, конечно Девушка наполовину филиппинка, наполовину китаянка меня пригласила на рисовую террасу Посмотрите, как тут вокруг красиво Сейчас тут популярный, я выбираю самых красивых Самый высокий водопад на Бахоле здесь находится Помимо этого, рисовые поля Это практически середина острова Бахол Просто красота Ни одна камера не передаст Сейчас будем общаться с местными, с такими неизбалованными туристами Привет-привет Да, я проехал мимо, простите Рашел Приятно познакомиться, Рашел Такая красивая, да? Уже все серьезно Да ты везучая Охренеть, он ее вот Да, из тысячи Филиппинка-китаянка, да? Да, у нее смешанная кроша Рашел, но ты же сейчас на работе Ты точно можешь экскурсию для меня провести? Да, конечно Да, покажу тебе все рисовые террасы здесь Она полностью в вашем распоряжении, Сэм Только, пожалуйста, заполните сначала форму здесь Адрес и номер телефона А, вы хотите мой номер телефона? Никому не давайте только мой телефон Я же сейчас публичная личность Ух, мечты становятся реальностью Так, ну тут еще целая группа туристов с нами, да? Привет, привет, филиппино А эти филиппинцы, наверное, из другой провинции сюда приехали, да? Сначала мы пойдем в ту сторону Итак, и сколько тебе лет? А мне вот-вот будет 18 А, только будет То есть тебе еще до сих пор 17? А, ну я, наверное, уже слишком старый для тебя Зато ты такой высокий Хорошенький Очень высокий Ну а ты красивая Ой, спасибо А тебе сколько лет? А, ну мне правда уже много Мне уже 36 Да, я думаю, для тебя уже, наверное, не очень подходит Ну я имею в виду строить отношения с таким, как я Ну мы посмотрим, как все пойдет Я, я Привет, я вижу, вы тут такие счастливые Вот это ты везучая Это же Серджи Да, Серджи Как у вас дела, филипинцы? Серджи, Серджи, откуда вы меня знаете? Ты же такой популярный в фейсбуке Да, да, я уже знаю Приехал в отель Меня ведь встречают даже Жилье у меня бесплатное Концерт какой-то музыкальное соревнование Бесплатно меня заселяют в гостинице Сейчас еще бесплатный ужин Че я там буду делать, вообще? Ну что, меня встречает хозяин ресторана А мы твои фанаты Как короля Обслуживают Обслуживают Басад, атаку, мига, полига, чинка Бэйби, ша, мига Добрый петит Добрый петит Естественно, для нас это такая честь Для нас это Вы, блядь, что-то я так волнуюсь перед иностранцем Что ж, соски набухли, ха-ха Итак, для нас это такая честь Что вы приехали к нам С просто том местном планете Да, он приехал из России И сегодня он с нами, сэр Добрый вечер, добрый Ну а ты хули, это не тебе Привет, зерки Здорово, здорово, рад тебя видеть И мы тоже так счастливы, что ты помещаешь наш свой влог Ой, ну ты заметил, как я сейчас потею Сейчас я держу главный инструмент филипин Шоколадные холмы И где бы я ни была, где бы я ни находилась Я всегда продвигаю туризм на Бахоле Через шоколадные холмы Ну а ты был на реке Лобот? Лобот Кривер О, да Ну спасибо тебе большое, Сергей Кстати, не забывай подписываться на канал, Сергей А я сексуальный, Сергей А кстати, Сергей, сколько тебе лет? 37 А еще, Сергей, а видел ли ты королеву Торшеров? О боже мой, сейчас я тебе покажу, как выглядит настоящая принцесса Торшеров Видишь, удивила Да я просто ходячая продвижение туризма Шоколадные холмы, река Лобот Да, впечатлен Эй, ну а вы там чего ждете? Никакой совести Да-да, всегда намного веселее на Филиппинах Особенно здесь на Бахоле Сергей, а можешь подойти ко мне? Сейчас, секундочку Просто подержите, пожалуйста Ну дайте ему другой микрофончик Ну расскажи, почему ты нас так ценишь, филиппинцев? Да потому что вы постоянно счастливы Несмотря на то, что тут происходит А это потому что, несмотря ни на что, мы постоянно молимся И что бы с нами ни происходило Мы считаем, что всегда нужно, чтобы была улыбка на лице Чтобы сделать мир лучше О боже мой, ты такой красивый Почему же у тебя до сих пор нет девушки? Да я не спешу никуда А кстати, какой у тебя никнейм? В России у нас нет как таковых никнейм Но ты можешь называть меня Сереженько 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 Си-си-ри Блоп-блоп-блоп-блоп Си-си-ри Сначала я касаюсь твоей коленочкой, а потом ты касаешься... А как сказать thank you на русском? Спасибо Пожалуйста Это что? You're welcome You're welcome О МГОД Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 А, учитель английского. Ты так хорошо по-английски говоришь. Я хороша в английском? Да, очень хорошо говоришь. Я хочу улучшить свои навыки в английском и говорении. Поэтому я и хочу учиться. Ты выбрала уже университет или колледж, в котором будешь обучаться? Да, может быть, в Тагбеларане. Это общественный колледж. Может. Это если я экзамены сдам там. Да, я думаю, что ты сдашь, ты очень умная. Ну, посмотрим. А сейчас ты... Я в 11 классе. Да, я закончу в следующем году и пойду поступать в колледж. Да, ты такая смелая. Ты же одна в Тагбеларане поедешь. И ты не боишься одна ехать? У нас должен быть опыт быть независимыми. Да, согласен. Уже начинать в этом возрасте. Ну, а если ты влюбишься в кого-то в Тагбеларане... Начнешься ли ты с ним встречаться, или ты скажешь... Нет, сначала обучение. Я не знаю. Может, я смогу совмещать. Найду свой некий баланс. Но, конечно, у меня будут границы и ограничения, чтобы закончить обучение. Ну, а как ты насчет того, чтобы начать встречаться с иностранцем типа меня? На самом деле, почему бы и нет? Я очень заинтересован в иностранцу. Вы добрые. Ну, не все же. Да, я это понимаю, но в целом... А еще ваша белая кожа. Она очень привлекательна для нас, филиппинок. Смотри, моя кожа как твоя. Да, но я думаю, тебе нравится больше моя кожа, чем твоя. Потому что я знаю, что многим иностранцам нравится темная кожа. Матю, тебе нравится наша кожа. Я думаю, вы недостаточно цените то, что вы имеете. Да, похоже. Но сейчас ты на работе. Ты же официально работаешь? Да, но это второстепенно. Я совмещаю работу с учебой. А, ну, обучаешься ты сейчас онлайн. Оффлайн с ограничениями. Классы. У меня попеременно. На этой неделе онлайн обучение, а на следующей уже в школе. А, этому у меня есть время на работу сейчас, потому что это неделя онлайн. А если не секрет, сколько ты на этой работе можешь заработать денег? А это зависит от клиентов. Здесь у нас нет зарплаты. Нет зарплаты вообще никакой. Мы получаем чаевые от клиентов. А почему? Ты же работаешь на местную администрацию. Че, они вообще не платят? Нет, ну штатные сотрудники, у них есть зарплата. Ну, а мы здесь как на летней подработке. А, на самом деле это как волонтерство. Но мы сидим чисто на чаевых от клиентов. Да, но в любом случае, я думаю, тебе это очень полезно, потому что ты общаешься и практикуешь английский со своими клиентами. Да, я могу говорить на трёх разных языках. Бисая – это наш местный диалог. Пагалок – это общенациональный язык на филиппинозе. И английский немного. Да, конечно, чуть-чуть. Ты очень хорошо говоришь. Да, но у меня много ошибок, когда я говорю на английском. А, да. Поэтому я и хочу изучать английский, то есть я смогу его улучшить. Ну, а будет ли тебе комфортно с иностранцем, который говорит очень плохо на английском, постоянно только с гугл-переводчиком, но ты им очень нравишься? Да, возможно, мне будет тяжело с ними общаться, если они прям не говорят на английском, но это реально. Если нравится, да? А будучи гидом здесь, ты не плаваешь там? Иногда. Когда я хочу. Но когда у меня клиенты, я не плаваю. А, ну, конечно, это же твоя работа. А сколько вообще у тебя клиентов в течение дня? Ну, сейчас клиентов маловато в течение дня, потому что лето заканчивается уже. Ну, хотя бы у тебя каждый день есть клиент? Да. Ну, типа 1, 2, 3, как-то так? Да. А иногда прям много. Это зависит от дня. Вообще очень много на выходных. И что, вот большинство твоих клиентов, они местные или иностранцы? Ну, местные. А как же насчет иностранцев? Ну, не так много иностранцев. Ну, когда только первый раз открылся этот фонтан, было очень много иностранцев. Больше, чем местных даже. Но это еще до пандемии. Ну, Ирошо, кто тебе больше дает чаевые? Местные или иностранцы? Ну, конечно же, иностросы. И намного больше или так? Гораздо больше. Ну, давай для примера. Какие самые большие у тебя были чаевые? 500. Хотя нет, одна дала мне целую тысячу. Вау. Иностранец. Девушка. Ну, а какие средние чаевые? Ну, минимально 100 песо. Спасибо большое. Филипинка китаянка, такая красивая. Я же собираюсь опубликовать это видео у себя на YouTube-канале. И если кто-то из подписчиков захочет твой контакт или Facebook, хотела бы, чтобы я оставил в описании под видео. Да, конечно. Да, и у меня тоже есть свой YouTube-канал. У меня даже 2000 подписчиков сейчас на YouTube. Но я пока не так популярна. Я люблю блоги про путешествия, делать это сама, экспериментировать, кое-что. Ну, ты понимаешь? Хорошо, я оставлю в описании и ссылки на твои социальные сети. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока.